Ну как, сидят, ждут нас дома с детьми. На самом деле, все прекрасно. После шоу мы общаемся. Буквально вот недавно у нас был концерт. Они практически всем составом были у нас на концерте. Мы, кстати, пересекаемся с ними на концертах в очень разных городах. Правда. То есть они за вами, да? Порой приезжаешь и вообще не ожидаешь увидеть девчонок. Мы просто еще приезжаем в некоторые города, откуда эти невесты. Поэтому мы очень часто видимся. Так, пожалуйста. Теперь у нас невесты просто по всему миру. Раз уж вы в Алма-Ате в горы поднимать будете, планируете? Планируем. Конечно, я больше того скажу, я взял с тобой сноуборд. Ты его для Толика возишь? Почему я все должен для Толика возить? Смотри, тебе показывают. Да, в горы будем подниматься, поэтому... Кей час. Куда, когда, во сколько? Толика, вот там такой вопрос. Но как он сказал, мы не будем говорить. Просто ищите нас. Следите в инстаграме, да? Следите в инстаграме. Пожалуйста. Сучаете ли вы по проекту «Хочу к меладзе»? Отличный вопрос. Ой, это да, отличный вопрос. На самом деле «Хочу к меладзе» это был, наверное, одним из самых лучших моментов в нашей жизни. Правда. Самый эмоциональный, самый какой-то такой душевный и заставляющий тебя двигаться. Но некоторые моменты, правда, не хотелось бы проживать второй раз, потому что это нереальная нервотрепка. Просто это очень эмоционально сложное шоу было. И там все было, правда, по-настоящему, без сценария. Поэтому все это достаточно сложно. Наверное, вот сейчас прям хочется сказать о роли Константина Меладзе вообще в нашей жизни, потому что благодаря нему, благодаря проекту «Хочу к меладзе» встретились мы с ребятами, стали настоящими друзьями поддержкой друг друга. Благодаря этому шоу и группе «М-Бэнд» появились у нас вы. И честно, мы замечаем, что многие поклонники дружат между собой и причем знакомятся уже после существования группы «М-Бэнд». За то, что на концертах на встречах это незаменимо. Спасибо, пожалуйста. Еще раз здравствуйте, я Алида. Если бы вам предстояло бы возможность на один день стать любым человеком, то кем бы вы были? Филосовский. Я бы вот Толе Константин... Толе, лучше не хочу. Знаю твою фантазию, лучше не отвечаю. Нет, я сейчас хотел сказать, а потом думаю, меня интересы сейчас не завербуют куда-нибудь. Нет, что-то. Я хотел сказать, но в Султанова пишущая, но... Я скажу, что ты не сказал. Да, Тёмой, например. Мне было бы весело, там, я не знаю, узнал бы все места, где есть табухи у Тёмы. Все видны и не видны. Ну что же, есть следующий вопрос? Девушка, ну...